Всем добрый день! Вы на канале Баженитый, это Омская область. С вами я и ведущий канал Облад. Сегодня у нас, какое, 30-е, да? Последний день лета. Первое месяце лета. Посмотрел, южная часть России уже давно косит. А мы еще только думаем. Нужно думать уже, сколько можно думать и смотреть. Пора уже ехать, выезжать. Я сейчас поеду, попробую покосить костер. Потому что, если протянуть еще неделю-другую, костер зацветет, начнет сохнуть. А потом, когда я его начну грести и прессом собирать, он просто облетит и превратится в солому. Попытаюсь что-нибудь сегодня сделать. Косить я буду на ЛТЗ-60. Заливаю 30-ку солярки. Посмотрю, насколько хватит. Ну, целый день-то я, конечно, не вытерплю. Мимо нерази. Здоровья не хватит. Ну, а сколько-то, сколько дотерплю, столько покажу. Тридцатки должно хватить. Расходует он меньше, конечно, чем ЛТЗ. Потому что здесь стоит ТНВД дефорсированное. Вон, жара поменьше. Так. Косить я буду на роторной сенокоске турецкого производства. Любая техника любит чистоту и ласку, а трактор смазку. А сенокоска особенно. Поближе покажи. Значит, в чем особенность турецкой сенокоски огрывает? Значит, все узлы и агрегаты на тавотницах. Вот здесь тавотница. Обязательно смазать нужно, значит, трещотку, то есть обгонную муфту. Я, конечно, уже ее смазал. Все это сделал. Но все равно, на всякий случай, я дунул сюда. Даже смазка лезет. Все нормально. Три года я ей пользуюсь. Претензий не было. Ну, а сейчас, в общем, посмотрел. Ну, все, железо из железа. Есть у него измолст, конечно, происходит. Рассматривая свою сенокоску перед покосом, я обнаружил люфток. То есть, значит, самое слабое место, значит, у этой ротовки, это вот это вот колено. Потому что все усилие происходит на вот это вот колено. Знаете, и вот в этом месте, вот в этом месте стоят пластиковые втулки. Я думаю, они металлические, они, кажется, пластиковые. Вон она. Покажи близко. Уже появился износ, и она здесь начала вращаться. Оно, конечно, хорошо, что здесь стоит пластиковая втулка. Она не дает разбиваться самим валам. Но поехал в город искать. Думал, куплю точно такую же. Приехал на Карбышевскую. Есть втулки на польскую. Веракс. Купил пару штук. Размер не подходит. Значит, придется мне либо вытачивать их, либо заказывать с него и разобрать размер. Тут ничего особенно разбирается. Вот здесь вот кольцо. Кольцо снял, немножко вал отодвинул и втулку вытащил. Но вообще все это смазывается. Смазка сюда должна попадать. Она и попадает. Вот она у меня смазана. Почтуда полезла смазка. Покрасить хватит. Но в крайнем случае я лето накрашу. Лето покрашу. Обязательно смазал вот этот вот вал. Потому что вот этот вот вал, здесь самое прямое вращение идет от кардана. И большая частота оборотов. Здесь стоят подшипники внутри. И, в общем, добился до того, пока из подшипников не полезла смазка. Потом еще что. Вот здесь покажи. Значит, стоит стопор. Вот для транспортного положения. А потом, когда начинаешь косить, откидываешь и за счет вот этого, значит, прорези вся конструкция повторяет рельеф местности. На всякий случай с собой взял. Покажи. Ножи. Родные ножи в комплекте стояли вот с этой роторкой. Тут стар, звезда и номер стоит. Вот они такого вида. Но таких я не нашел у нас. Купил клеверские. От клевера. Конечно, они отличаются. Но по размерам так-то они нормальные. Там вот эти ножи есть и левосторонние, и правосторонние. Так-то по размеру они сюда подходят. Ну, я на всякий случай с собой возьму ножи. А вдруг где-то что-то потеряется или вылетит. Ну, ладно, будем косить, будет видно. Поеду я поработаю, что буду делать, как косить, как будет трава, все это покажу. У меня залит тасол. Проверил уровень тасола, схлаждающей жидкости. Ну, нормальный уровень, но на всякий случай я долью. Конечно, он нагреется, тасол расширится. Ну, до патрубга все равно должен быть тасол, чтобы была хорошая циркуляция. Ну, вылиться там грамм 100-200, ничего страшного. Ну, тут нормально было. Решетки радиатора не было видно. Но на всякий случай я долил. Значит, вот здесь вот покажи. На ЛТЗ стоит гидробар спереди. Вот он. Вот он гидробар. Здесь щуп. Можно проверить уровень масла. Ну, где-то треть бака. Здесь так сделано, что насос, дозатор, с ним распределитель, а также задняя навеска работает от одного гидробака, от одного насоса. Да, что масло периодически теряется, приходится его доливать. У меня с собой есть там литра три, наверное, за запасы. Я тоже его с собой возьму и долью сюда. Снимай, снимай. Время 10 часов. Поехал я на поле по асфальту. Ехать мне где-то 5 или 6 километров. Еду потихонечку. Все равно трактор очень, по сравнению с МТЗ, с ЮМЗ, легкий и очень грубый. То есть трясет страшно. Сзади сенокоска навешанная, иначе как-то более-менее скрадывает вибрацию. А так вообще ехать очень тяжело. Посмотрел на градусники, 26 градусов, 27. Но на месте стоишь, работаешь. Для нас, для Сибири, это вообще жара неимоверная. А когда поехал, обе двери открыл, витрина, чувствую, может продуть. А тут дверь закрыл. Сейчас вот с одной двери еду. Нормально, ветерок дует, хорошо. Ну, короче, тепла еще не было. Вот первое тепло только появилось, сразу поеду косить. Сколько будет зохнуть, не знаю. Приеду, посмотрю, что за трава. Хоть начну косить, будет видно и понятно, что там.